Всем привет в новом 2019 году! Кто меня смотрит и кому это интересно? Моё первое видео в этом году. И надеюсь, что все встретили Новый год в самых лучших ваших традициях, интересно, весело, с исполнением желаний, пожеланий. Ну, как и всё хорошее, быстро всё заканчивается, так как эта новогодняя ночь быстро прошла. И наступает обыкновенная будня с переменными праздниками, которых ещё будет много впереди. И в этом году будет много ещё всего самого хорошего, самого интересного, лучше, чем в прошлом году, я надеюсь. Нет, я верю в это. У всех будет всё хорошо. Будут радовать наши цветы, наши орхидеи. И я хочу в этом видео начать немножко обзор о моих орхидеях, которые есть в коллекции, по видах. И сегодняшнее видео об ансидиумах. Какие ансидиумные живут в моей коллекции. Просто немножко их показать. В каком субстрате растут. Как цветут, как живут. В общем, по чуть-чуть. И хочу начать это видео с вот этого видового ансидиума. Очень красивого, очень ароматного. С него и начну. Ну и свой обзор я хочу начать с этого ансидиума. Это ансидиум заатанум. На него многие обратили внимание и в моём последнем обзоре цветущих орхидей. И я как-то сама за него всё время забываю показать его. Наверное, потому что он всегда у меня стоит в таких незамеченных местах. Потому что он особо нетребовательный к свету. Вообще такое беспроблемное растение. Не требует особого ухода, полив, удобрения, да и всё. Цветёт регулярно и очень радует. Этот ансидиум житель Центральной Америки, как и все, растёт в влажных лесах на высоте 1500 метров над уровнем моря. И описывается то ли тёплый эпифит, то ли холодный эпифит, я не знаю. Но в моих условиях он живёт великолепно. Чувствует себя замечательно. И прекрасно всегда цветёт. Вот эти его грозди в такое время года с обильными цветами и аромат. Вот аромат из детства мороженого, ванильного мороженого. Такой пахучий, такой приятный. Этот ансидиум очень похож на твинкль. Вернее, нужно правильно сказать, твинкли похожи на него, потому что этот ансидиум активно участвовал в гибридизации. И создание этих гибридов твинклей. Но он совсем не такой. У твинклей совсем малюсенькие бульбочки. Это считается как миниатюрные орхидеи или мини-орхидеи. А у этого бульбы, посмотрите, какие вытянутые. Он всегда такой плотный, такой хороший. Полив у него минимальный. Я очень редко его поливаю. Чаще может только поливаться летом, в период роста. Вот сейчас он процветет, немножко отдохнет, и потом опять начнется цветение. Ну и как у всех почти вырастают в процессе появления молодых псевдобульб, вылазят из пазух вот такие цветоносы. И потом вот такие красивые цветочки. Они сиреневые. Я его называю как сиренькой. Правда, такой вот пахучий. Пахнет, конечно, не сиренью, но веточки очень похожи в это время с таким цветом. Растет он у меня, обыкновенный пластиковый горшок. Внизу дренаж, крупная немножко кора и мелкая кора вверху. Я уже не знаю, надо будет его в этом году и рассаживать, может быть, и разделить, потому что он... А у него все время тоже растет вот такое вот. Это тоже мне как сигнал, есть там вода или нет. Когда его вырываешь, он опять растет, такое агрессивное растение, очень сильно. Что я хочу сказать? Света, я уже сказала, много не требует. Летом он у меня растет на улице и стоит практически в тени. Солнца он почти не видит. Светлое место, но не сильно солнечное. Прямые солнечные лучи он не любит. Просушки хорошо выдерживает, хотя я не стараюсь их сушить. То есть поливаю по мере того, когда вижу, что его надо полить, что уж совсем горшок там. Вот как сейчас чувствуется, что он хрустит. Растут они у меня все в разных субстратах. Кто в каком, в какой придется посадить на данный момент, когда там нужно садить или пересаживать. Пытаюсь эти веточки красиво показать, эти сиреньки. Не получается. То есть он на момент, когда пересаживаю, что под рукой, что в голову придет, так и посажу. Но стараюсь садить так, чтобы мне было удобно поливать. Они быстро просыхали, потому что ансидиумы из моего опыта не любят долго быть мокрыми. Их полил, просохли, постояли чуть сухими, опять полил. Вот такие красивые, замечательные цветы. Всем советую, кто любит ансидиумы или кто любит вот такого типа такие виды орхидеи, этот ансидиум и ароматный, и вечно беспроблемный, всегда цветущий без проблем, и цветочки держатся долго. Он живет у меня сейчас на веранде. Прохладные температуры, да, любит. Вот он начал тут у меня на веранде и распускаться, как я уже говорила, что сейчас у меня на веранде тут подсветки нету с коротким световым днем. В этом году как-то совсем плохо. Весь ноябрь и декабрь, и вот начало января солнце практически никто тут не видит. И на веранде так у нас устроено, что солнце, оно всегда в первой половине дня с восхода и часов до 12 может так пройти и все. А если сейчас световой день короткий, то солнце где-то выходит там ну 8 часов в Сирии, так более-менее, ну и солнце практически они тут и не видят. Просто светло какой-то период короткий. И поэтому поливать их особо не надо тут. И тем не менее в таких условиях вот такие цветы. То есть это говорит о том, что ну очень неприхотливые и в квартире на подоконнике это будут и украшения и такой вот бонус его аромат это просто что там. Так, следующий мой хочу показать это анцидиум твинкель. Он у меня сейчас единственный были другого цвета, так остался этот любимый желтый цвет, который только-только начинает зацветать. Я его весной разделила, пересадила. Вот такие уже желтенькие цветочки начинают открываться. то же самое могу сказать и о твинкле. Очень неприхотливые, растет в любых условиях. О, какая прелесть! Вот этот у меня посажен тоже быстро как на скорую руку. Пластиковый горшок, смесь лечузы и коры. Долго его поливать не приходится, потому что лечуза удерживает маленько влагу и поливаю я его только летом, если туда наливаю, хорошо проливаю. А так пшик-пшик-пшик этого достаточно. И он всегда бодренький и всегда хорошенький. И тоже скоро будет пахнуть. Так, вот еще один мой. Так, следующий. Это моя маленькая козявка-красавка из анцидиумных. Тоже очень. Да, еще анцидиумы, они же все долгосветущие. Вот этот красавец. Это гибрид. О нем я делала отдельное видео, можно посмотреть, дам ссылку в описании под видео. Кто захочет, может подсмотреть. Это гибрид лембоглосу муразия и ада аурантика. Я его покупала в Эквадоре. Ой, нет, вру, я его покупала год назад, да, в январе, или, да, в конце января, у Дэби, в Голландии, частный питомник, орхидей. Цветущим он у меня отцвел, потом долго я не могла понять, что ему надо, ему ничего не надо было, надо было его просто не трогать. Он потом дал рост, показывала я, как растил цветонос, и во время этого вот как раз он цветет, и формируется уже молодая псевдобульба. Цветет очень долго, и считается алхидеей для холодного содержания, но растет без проблем, и жару перенес этот год, так что, можно сказать, что в наших условиях такая красота абсолютно реальна. Так, этот у меня посажен, это керамический горшочек, очень маленький, с отверстиями для лучшей вентиляции, и субстрат здесь повлажнее, любит он попить хорошо, тут субстрат, вот как для Мозды Вали есть у меня в виде, тут и кора, и мох, и корни папоротника, и камушки тоже, там лечузы какие-то, и соответственно дренаж, там камни вам даже видно. Вот, еще один, но это из мини, совсем мини, ансидиум мини. Ай, я тебя забыла поставить свой горшочек, лимончик, ты мой лимончик. Так, кто у меня еще, а у меня еще есть один из самых старых, который все тоже знают, он у меня сейчас жил в комнате на столе, чтобы я постоянно могла его видеть, слышать, нюхать, и наслаждаться его запахом. Это, так, момент, я сейчас уберу остальные, чтобы можно было как-то, или отодвину виде камеру. Это обыкновенный какой-то гибрид, вот с такими цветочками пахнет, корицей, шоколадом, что-то такое. Я опять за время забываю, мне уже писали, как его зовут. Ну, в общем, все его знаете, купленный в обыкновенном в супермаркете когда-то давным-давно. Тоже абсолютно неприхотливый. Вот он у меня растет, это он уже давно посажен, в этом году пора его будет уже рассадить, пересадить. Это кора, крупная, мелкая, отверстие, много отверстий, чтобы я его могла там пролить быстро. Ну, так уже давно растет, сохнет, высыхает, он сыпется, сосны, надо сейчас полить. Будет. И так он уже растет очень давно. Субстрат не утрамбован. Так, чтобы там было много таких карманчиков для воздуха дышащих. Корни любят дышать. У меня, я не знаю, много лет так растет. Он уже будет бы поморщились, надо поливать. Будет бы поморщились, но листья нормальные, значит, все в порядке. Тоже обожаю. Это то, что у меня осталось из таких просто гибридных, самых простых. Те, которые, все гибриды, которые продаются в супермаркетах, они же все адаптированы и выведены так, что ухаживать за ними в домашних условиях очень легко. Так, еще кто у меня есть? У меня еще есть желтый. С желтыми цветами. Это похоже на свет шуга, но это не он. Вот Иришке в Доминикану я такой кусочек отослала. Она и показывала недавно, что он у него цветет. Я его все время делю, отламываю. Это тоже пластиковый горшок, очень много отверстий, чтобы можно было, когда летом жарко, и когда он растет, он уже начал расти, поливать его без проблем, и чтобы быстро просыхал. тоже очень такой терпеливый и очень стойкий. Так, там тоже у него кора, корни папоротника, внизу дренаж. Ну, такой как все, не особо, ничего особенного. Так, ну, и еще хочу сейчас показать мое последнее приобретение. Одно из последних. Вот это. Я показывала мои последние покупки, когда я ездила, покупала. Вот, там были совсем маленькие цветоносики у нее. Это Родригуэция Венуста. Показывала я в том видео ее цветение, кто хочет, может посмотреть это, урхотерапия видео. Вот такие сейчас у нее уже цветоносики. Хочу сказать, тоже абсолютно без проблем на растении. Живет у меня сейчас тут на веранде. Хотя и требует, ну, как пишется, что не требует нужный частый полив и не любит она просушек, но у меня тут она подсыхает хорошо, но тут прохладно, поэтому поливать особо не поливаю. Растет она дальше хорошо, листочки хорошие. Тут всех листьев сейчас, если вы замечаете, вот такие. У меня недавно была тут обработка фунгицидом их всех. Вот, поэтому листья могут быть такие. не особо красиво выглядеть, но зато здоровыми должны быть. Вот такие, ну, такие удивительные красивые эти цветочки. В общем, за нее пока еще сказать не могу. Вот растет она тут прекрасно в таких прохладных условиях. Вот уже бульбочки так хорошо показались, налились. Красавчик мой. Так, и еще у меня есть один анцидиум, но тут только-только начал расти тоже совсем из новых. Он у меня живет в теплице, и сейчас сходим туда, я его покажу. Вот он. Я его покупала. Моя поездка была на выставку из Эквадора на Веем анцидиум с замечательными красивыми цветами и с таким ароматом, как духи. Вот он у меня тоже сейчас тут посажен в такой же субстрат, как и гибрид рыженький, тоже тут и кора. Кстати, у меня есть о нем видео, как я его садила, только такое маленькое видео, субстрат как мешала, посадка и отправляла Ларисе в Новую Зеландию. Напишите, если хотите, я его выложу. Посмотреть, как я его садила. И вот у нас уже таких два молодых роста. Он живет у меня тут в теплице на нижнем уровне, тут и прохладненько, и светло возле окошка. Вот таких два уже растика. Укореняемся, видите, корешки хорошо идут. намазанный тоже фундазолом, потому что тут и брызгаю я их постоянно, и сыра тут внизу более-менее, видите, конденсат какой на окнах. Ну, в таких условиях тут многие хорошо начинают расти, продолжают расти. И посмотрите, бульбочки-то были какие сплюснутые, сплюснутые, как сейчас они снизу начинают набираться, наливаться, восстанавливаться, видите, как интересно. Но надеюсь, что скоро зацветет. Вот таких хорошеньких растика. И листья на месте. Не потерял, все нормально. Скоро, надеюсь, увидите его цветение. Вот еще один житель. Тут же в теплице еще растет один тоже гибрид, когда-то купленный в магазине моим мужем из-за желтеньких цветочков бросада или брасия. У нее такие желтые цветы, как у паучка. Я ее как-то показывала в видео, как угодить орхидеи, как угодать ее желание, как я ее посадила, потому что она не хотела расти в горшке. Потом показывала обзор ее цветения. Вот так она и растет на этой деревяшке в кокосовом волокне с субстратом. замечательно растет. Посмотрите, какие там корни. Надавала много новых ростов. Вот такая красивая. Сейчас зеленая, пышная, но точно лохудра. Много очень новых ростов. Пшикаю, пшикаю, иногда замачиваю так, чтобы хорошо промачился субстрат. она сейчас, у нее корни видно намного достаточно хорошо, что очень много новых ростов у нее. И они все такие хорошие. Никто не молчится. Вот еще новые росты. Все. Вот. Трудно показать ее на все. Вот они новые росты. Такие все крепкие, жирные. И она вся такая растет, 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 растет. Корней вылазит. Снизу их очень много. Сейчас попробуем. Видно, да? Они все сюда лезут, так как вода, когда поливаешь, ну и даже если обрызгиваешь, то вода вся скапливается внизу. Блин, трудно. Вот они все тут корней вообще у меня очень много. О, видно хорошо, да? Хорошо растет. Вот еще раз рекомендую вот такие, кто растет лесенкой, растения, такие орхидеи, вот такие яблоки очень-очень подходят. Растут они очень хорошо. Угодила я ей тут. Ну, вот и все в принципе. Все они в уходе несложные. Надеюсь, что эти мои новые, которые вот только купились последние, тоже несложные, так как и все остальные. И всегда радуют глаз своим цветением. Вот такой небольшой обзорчик. Кому понравились мои анцидины, а особенно мой заотану, которые сиренька, ставьте лайк. А я, как всегда, желаю всем хорошего настроения, удачи всегда и везде. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова